На шестом месте. Ну вот это уже, как вы понимаете, началась последняя, заключительная шестая попытка. И очень надеемся, что завершать эти соревнования в метании Молотов будет все-таки Татьяна Лысенко, что она выйдет на свою шестую попытку и еще всем нам покажет. Нина Волкова. 61.26 ее лучший результат пока. У нее не получается у нее улучшить собственное достижение. Хотя, не будем забегать вперед. Где-то в районе 63 метров, да? Нет, нет, это я, конечно, ошибся. Да, всего лишь 58.36 и с результатом 61.26 метров. Вот единственная попытка, когда у нее Молот улетел за 60 метров, она занимает шестое место. Вот так я. Первый трех прыжков шел на четвертом месте и, казалось, будет бороться за одну из медалей, но не получилось. Как Мария Беспавова, она идет на третьей позиции. Да, результат ее 65 метров 33 сантиметра. Ну, то есть, я так понимаю, что она уже гарантировала себе бронзовую медаль. Ну, 67.84 Оксана Конкратева. Именно вот такой результат нужно показать, чтобы... Нет, ну, я не знаю, по-моему, 66, может быть, да? Да, но... Ну, не 67.84, только поменьше. То есть, она свой результат, судя по всему, улучшит, но вот до второго места, похоже, не дотягивает. И тем более, что у Акцены Кондратьева еще остается попытка заключительная. 65, 42 сантиметра дать. На 9 сантиметров она свой лучший результат улучшает, улучшает, но остается на третьем месте, остается с бронзовой медалью. И Оксана Кондратьева выходит в сектор уже в качестве, в рамке серебряного призера чемпионата России. Вот у нее лучший результат, вы видели, 67.84. Ну, я думаю, что этот результат 67.84 так и останется лучшим, потому что сейчас где-то в районе 66 метров ее попытка, но в данном случае это уже не принципиально, потому что она в любом случае серебряный призер чемпионата России. Ну, это большой шаг Оксаны, потому что для этого лучшее ее выступление на чемпионате России было седьмое место в 2005 году и в прошлом году восьмое место. И вот сегодня второе серебряный медаль. Все мы ее тоже поздравляем. Сейчас, собственно, последняя попытка соревнований, последняя попытка у рекордсменки мира и лидера, и, собственно, нового чемпиона России 2009 года Татьяны Высенко. Хашов отдохнув, чуть побольше пропустив пятую попытку, Да, получается, важным был для нее сегодняшний день, и мы видели, как она выложилась, буквально выложилась в первых трех попытках, показав фантастический результат 76 метров 41 сантиметр. И вот завершает она соревнования метательниц. Хорошо полетел. Хороший, хороший красот. Блестящая заключительная попытка, тоже где-то в районе 76 метров. И весь вопрос, сумела ли она превзойти свой прежний лучший результат 76 метров 41 сантиметра. Ну, где-то тоже, да, в этом районе за 75 метров. Ну, прощается она со зрителями, а их сегодня очень много. Я думаю, что очень многие пришли посмотреть именно на возвращение мировой рекордсменки. Нет, всего лишь 73,95, но, тем не менее, мы поздравляем Татьяну. Но также, несомненно, что и она стала победительницей, и стала чемпионкой на дистанции 200 метров. А вот так выглядит итоговая таблица в соревнованиях метаний молота. И блестящая попытка Татьяны Лысенко 76 метров 41 сантиметра. Это ее лучшая сегодняшняя попытка мировой рекордсменки. Давайте посмотрим и сравним попытки чемпионки и серебряного призера Оксаны Кондратьевой. Ну, как уже с религией, ну, попытки похожи, но результаты все-таки с победительницей в метании молодой мировой рекордсменкой. Ей слово. Спасибо большое. С удовольствием поздравляю Татьяну Лысенко с возвращением в спорт и с победой в чемпионате России. Наверное, так не ждали ни один чемпионат страны. Можно сказать, да. Конечно, я ждала стат, и мне хотелось выйти и выступить, и выступить с хорошим результатом. То есть, ну, в принципе, мы с тренером, как бы, тренер готовил меня, и поэтому я думаю, что все получилось. Как готовились все эти два года и уже непосредственно перед стартом? Ну, готовился ли направлено, там, первый старый чемпионат России, я, наверное, знала за некоторое время, что у меня первый старый получает чемпионат России. Вот. Ну, естественно, основной старый чемпионат мира, Берлин. Сегодня по попыткам удачно все получалось. Как настраивались между попытками? Две пропустили попытки? Я хотела просто добавить. То есть, как первую попытку зачетно, а вторая, третья, как хотелось добавить. То есть, ну, если я чувствую, что есть возможность добавить и метнуть, и тем более, как бы, не хотелось метнуть, и нам хотелось. Поэтому. Тренер между попытками вас поздравлял, то есть, уже чувствовалось настроение праздничное? Ну, да, как бы, после первой попытки я уже, как бы, скажем, чемпионка, но, тем не менее, как бы, не хотелось добавить и показать высокий результат. Спасибо большое. Еще раз поздравляю. Поблагодарить всех своих болельщиков. Можно? Вот. Всех, кто меня поддерживал. Спасибо всем. И буду стараться на чемпионате мира выступить достойно. Удачи вам. Спасибо.